Дмитрий, здравствуйте, рада видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Да, я не знаю, можно ли вас поздравлять еще с другим событием, но, тем не менее, оно в каком-то смысле стало инфоповодом, почему сегодня вас в эфир позвали. Речь идет о том, что вас сегодня, как вы уже знаете, российский МВД объявил в розыск. У вас основание, это то, что вы розыските по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, и даже есть телефон, по которому можно позвонить и какие-то данные про вас дать. Нет у нас информации, дается ли вознаграждение за вас, поэтому мы не будем сейчас туда звонить, но хотелось бы у вас спросить, как вы воспринимаете ту информацию, что вы в розыске. Знаете, когда-то давно Самуил Яковлевич Маршак еще написал, ищут пожарные, ищут милиции, ищут фотографы в нашей столице, ищут везде, но не могут найти парня какого-то лет 20. Вот это обо мне. Почему какого-то он написал, Самуил Яковлевич Маршак, потому что, посмотрите, я очень огорчился, кстати, написаны особые приметы, а особых примет не написано. Ну что это за розыск, черт побери вообще. Они там мышей не ловят. Дмитрий... Знак ГТО на груди у него, да, из примет. Окей. Больше не знали о нем ничего, точно. Вечер поэзии. Отлично, мы, собственно, ради поэзии задали первый вам вопрос. Вечер поэзии перерастает плавно в вечер юмора. Да, это буквально описание нашего с Дмитрием эфира. Ну давайте чуть-чуть посерьезнее. Вот как раз с Дмитрием уже обсуждали. Верховная Рада Украины как раз проголосовала за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Мы уже дали какой-то контекст нашим зрителям. Но давайте расскажем для тех, кто не сильно погружен в украинскую политику. Что означает это событие? Ничего, ровным счетом, президент решил поменять фигуры на этих постах, на этих должностях. Он это делает, это его прерогатива, это, в общем-то, его сфера ответственности. Он это сделал. Это нормальная ротация, нормальная история для Украины. Просто какие-то российские пропагандисты или российские СМИ пытаются это все выдать за то, что их поймали на какой-то измене. Зеленский нервничает, Зеленский там опасается, что нож какой-то спит. На самом деле нет каких-то признаков того, что Венедиктов или Баканов могли что-то из себя такое представлять. Учитывая, что Баканов действительно очень близкий человек с давних времен на тому самому Зеленскому. На измене поймали российских пропагандистов. Знаете почему? Потому что они все время на измене. Вот-вот за жопу возьмут. На измене. А что касается Баканова и Бенедиктова, да нет. Слушайте, мне ничего не известно про их измену. Мне известно только то, что президент решил их поменять. И он это сделал. Это его право. Как вообще воспринимаются последние недели войны? Да, мы как-то с вами ответили на вопрос. Может быть в панике Зеленский. Но как воспринимается жителями Украины то, что происходит на фронтах в Восточном и Южном? Чувствуется какая-то усталость или наоборот азарт? Потому что у украинцев какие-то первые успехи появляются на фронтах. В общем, какие настроения сейчас в обществе? Успехи далеко не первые. Успехи у нас начались, когда мы выбили этих фашистов из Киевской, из Сумской области, из Черниговской области. Усталости тоже не может наступить, потому что когда ты защищаешь свою землю, у тебя не может быть усталости. У тебя есть азарт. Быстрее выбить этих сволочей со своей территории. Мы очень благодарны Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Польше, странам Балтии и другим за поставки оружия. Особенно, конечно, Соединенным Штатам, потому что хаймарсы творят чудеса. Пока российское вооружение образца 1905 года, а иногда 1861, сразу после отмены крепостного права, стреляет в разброс черти куда, хаймарсы стреляют точно в пятак. Поэтому пятаки у россиян уже подгорают и, ну слушайте, разбомбили кучу складов с вооружением, с горючим. Логистика нарушена, подвоз боеприпасов нарушен, солдаты массово российские убегают с позиций. Вот сейчас вот свежее сообщение, 300 военнослужащих из Дагестана, из Буйнакской бригады просто отказались воевать с Украиной. И правильно сделали. Вот, смотрите, сотни дагестанцев сложили оружие, отказались воевать в Украине. И правильно сделали. Потому что сейчас при таком вооружении украинской армии, она уже вооружена большей частью натовским оружием, ну надо быть сумасшедшими, чтобы сражаться против Украины. Смерть найдут. А вот еще такой вопрос. Буквально прошлой неделе было расследование, или там, скажем так, исследование про то, что Путин в этой войне боится возвышать каких-то генералов. То есть, когда была Первая Чеченская война, там, ну, любая старушка во дворе знала, там, Штрошев, Шаманов, каких-то еще там военачальников, не говоря уж там про генерала Лебедя. Сейчас никого такого нет. Украине текущая война принесла какие-то вот имена, которые знают все, и какие-то многие, ну, каких-то героев, которых многие знают. Да, безусловно, очень много новых имен, в частности, Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины. Понимаете, у нас появилось очень много генералов, высших офицеров, которые не служили никогда в советской армии, не заканчивали высших военных заведений времен Советского Союза. Они уже учились на натовских образцах вооружений, они проходили обучение в НАТО. И поэтому это уже новые люди, это не паркетные генералы советского образца, которые все сражения видели только на картах в Академии Генерального штаба Советского Союза. Это уже другое поколение, молодое поколение, поколение патриотов настоящих, потому что многие из них родились уже при независимой Украине. Поэтому, ну, я вообще смотрю с надеждой и с оптимизмом в завтрашний день, потому что у нас очень крепкая воля, крепкая сила, мужество большое у украинцев. И я думаю, что эта фашистская навала, эта фашистская страна будет повержена. И по делам ей не надо лезть. Дмитрий, вот еще хотел такой вопрос задать, который мы часто сдаем нашим гостям. Вот мы каждый день видим какие-нибудь новости, что российская армия в очередной раз ударила по домам, по торговым центрам, там погибают дети, погибают люди, и каждый день это происходит. Вот на ваш взгляд, это почему происходит? Из-за того, что там условно военные криворукие, вооружение уже такое, что никаких высокоточных ударов идти речи не может быть? Или это намеренные, целенаправленные акты устрашения? Вы знаете, вы сами ответили на этот вопрос. Первое. Техника, отставшая на десятилетие. То есть там, где западные гаубицы или минометы стреляют точно-точно в цель, здесь огромный разброс. Хотят попасть в один объект, попадают в объект за полкилометра до него и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, идет намеренное уничтожение Украины, украинского мирного населения, украинской инфраструктуры. Это по принципу Путин действует, так не доставайся, что никому. Сначала у него было нравится, не нравится, терпи, моя красавица, теперь так не доставайся, что никому, я так думаю. Он намеренно, во-первых, запугивает украинцев, запугивает мирное население. Ну что это такое, когда стреляют, посмотрите, что творится в Харькове. Просто массив Салтовка, многоэтажки, тупо стреляют из градов по многоэтажкам. Это вообще, это где, в каком фильме ужасов или в фильме фантастики можно такое увидеть, говоря о 21 веке. Ну скотина, скотина, просто сволочь. Пересоединюсь к такой оценке. И тоже хотелось вам вопрос задать. Ну, мне хотелось, я не могу его не задать, пока мы вас подключали, платный такой вопрос к нам пришел, зрители там нам накидывают, возможно, важнейший вопрос сегодняшнего эфира. Спрашивают, жив ли Янукович? Известно ли что-то вам? Просили передать вопрос от вам, известно ли что-то про него, и жив ли он вообще? Да, я знаю, что он жив, он находится в Подмосковье, периодически в Ростове, периодически в Сочи. Он, его даже привезли россияне в самом начале агрессии против Украины, привезли в Гомель, в Беларусь. У них был план за три дня решить вопрос с руководством Украины и водрузить это тело в Киеве и сказать, у вас тут в 2014 году был переворот антиконституционный, вот ваш президент, вот он снова будет вами руководить. Это был план такой, но, к счастью, украинская армия перечеркнула этот план, и это тело уехало в пункт постоянной дислокации. То есть он не политический труп, да, по мнению Путина, его чучело еще можно использовать, оно еще функционирует, если что, он его там бросит каким-то гауляйтером, бросил, если бы завоевал Украину. Ну, это чучело ложилось органично в план Путина, потому что, что Путин говорит, у вас в 2014 году произошел переворот, у вас был президент, вы его свергли, хочется спросить, твое какое собачье дело, это наша страна, что хотим, то делаем, хотим, свергаем, хотим, не свергаем, наша история. Ну, нет, он говорит, вот у вас был переворот, вот сначала Порошенко, а потом Зеленский пришли незаконным путем к власти, а вот вам ваш легитимный президент. Как пародировал его когда-то 95-й квартал во главе с Зеленским, он выходил артист в роли Януковича и говорил, я президент легитимный. Ой, президент легитимный. Вот этот президент легитимный мог появиться в Киеве, если бы у них все сложилось удачно. Дмитрий, еще такой вопрос, мы как раз уже об этом поговорили, в Совете Федерации сегодня такие слова прозвучали, что над украинскими военными проводили опыты для создания из них жесточайшей машины по убийству, видимо, берсерков каких-то там разрабатывали. Вот у меня такой более общий вопрос. За эти несколько месяцев войны вы как-то переосмыслили роль и силу российской пропаганды? Вы знаете, про опыты правда. Опыты ставили над всем Советом Федерации. Жесточайший опыт в течение долгих лет путинского правления. Им сверлили головы Соловьевско-Скобеевской пропагандой. Сверлили с одной стороны, прошло с другой. В результате очень сильно изменились мозги. Мне когда-то Михаил Задорнов, покойный, известный писатель-сатирик, сказал, ты знаешь, в русском языке буквы «Ф» нет. Это греческая буква. И поэтому федеральное собрание... Есть буква «П». Поэтому федеральное собрание Российской Федерации нужно считать как федеральное собрание Российской Федерации. Вот они там в федеральном собрании придумывают какие-то опыты, что-то еще. Хочется сказать пару слов, но это не для нашего эфира. Мы же интеллигентные люди.